Здравствуйте, дорогие мои друзья! Уважаемые подписчики, рад новой встречи с вами! И сегодня я представлю вашему вниманию главную тайну Токаева Назарбаева и отправной точкой в этом вопросе будет вынесение приговора экс-председателю Комитета национальной безопасности Республики Казахстан Кариму Масимову. Я процитирую, потому что здесь нужно точно указать. Суд признал Кариму Масимову виновным по части 1 ст. 175 государственная измена, части 3 ст. 179 насильственный захват власти, пункту 3 части 4 ст. 362 превышения власти и должностных полномочий Уголовного коллекса Республики Казахстан. К Кариму Масимову назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы с конфискацией имущества и пожизненным лишением права занимать должности по государственной службе. Я хочу вынести ясность в некоторые действия на султана Назарбаева и Токаева. Во-первых, суд проходил в закрытом режиме, из народа не было доведено в пользу какого государства изменял родине Карим Масимов. Хотя можно догадываться, поскольку Карим Масимов был агентом комитета государственной безопасности Союза СССР, то он мог работать в пользу Российской Федерации. Так как Карим Масимов был направлен в Китайскую Народную Республику как агент комитета госбезопасности Союза СССР, то он мог работать и быть перевербован спецслужбами Китайской Народной Республики. Я допускаю, что Карим Масимов мог работать и на Соединенные Штаты Америки. Косвенным доказательством может быть то, что несколько лет тому назад появилась утечка из Офиса Президента Соединенных Штатов Америки, что Карим Масимов может быть допрошен специальными службами Соединенных Штатов Америки. Но вместо этого, приехав в Соединенные Штаты Америки, Карим Масимов встретился с госсекретарем США, господином Помпео, и это как раз подсказывает, что он может работать и на Соединенные Штаты Америки. Я понимаю, что руководство Республики Казахстан может наложить гриф «секретно» или «совсекретно» по отношению к вопросам, рассматриваемым в суде, дабы секретная информация не утекла, но хотелось бы все-таки знать правду, что же происходило в заседании этого суда. Неплохо зная Карим Масимов с 1999 года, хочу отметить, что он, репутация его, откровенно говоря, негативная. Он был непорядочным, лживым, способным, исходя из ситуации, перевернуться в любую сторону, в любой момент времени. Во всем он видел только выгоду для себя, личную выгоду. Исходя из вышеизложенного, может сложиться мнение, что он осужден заслуженно, но есть ряд «но», на которые почему-то никто не обратил внимания. Но султан Назарбаев долго бы подбирался для себя угодного человека, который бы он мог доверить, если не свою судьбу, ну, поскольку такая кишка тонка, провести какие-то мероприятия по отношению к бывшему своему шефу, ну, султану Назарбаеву, но хотя бы заручиться того, что никто не будет ковыряться в грязном белье первого президента республики Казахстан. 19 марта 2019 года на султан Назарбаев устроил для себя шоу в парламенте, главным действующим лицом этого шоу был, конечно же, на султан Назарбаев. Тукаев в этот день полностью удовлетворил все потребности нурсултана Назарбаева и звание героя Казахстана Халыка Харманы было вручено нурсултану Назарбаеву и столица Казахстана была переименована в нурсултан. Вглядываясь в довольное лицо нурсултана Назарбаева, я понял, что он наконец-то получил то, чего он хотел. Но шло время. Назарбаев не спешил, не горел желанием передать власть в руки Тукаеву. Как говорили о народе, транзит власти затянулся. Председатель Совета Безопасности приглашал к себе на совещание президента Казахстана, премьер-министра, спикеров парламента, министров. И было понятно, роль Тукаева в этой ситуации отождествлялась отождествлялась, как пятое колесо в телеге. Прошло немного времени после того, как Назарбаев якобы передал власть Тукаеву. И Назарбаев делает несколько вбросов в средства массовой информации о том, что многие ему пишут в личку, что султан Назарбаев должен вернуться назад, возглавить государство и править, как это было раньше. Ну, хорошо зная натуру султана Назарбаева, если он уже сказал что-то, то он обязательно вернется к этому вопросу. Видимо, из офиса президента в библиотеку поступала какая-то негативная информация. Но король правил и в октябре месяце 2021 года он управляет Мамина премьер-министра Казахстана в Объединенные Арабские Эмираты и тот подписывает с Арабскими Эмиратами соглашение, в соответствии с которым фонд благосостояния Самрук Казына переходит под управление какого-то фонда с бизнесменами из Казахстана. А если сказать откровенно, то просто этот фонд переходит в руки султана Назарбаева под какие-то там совершенно непонятные обязательства якобы этого фонда я об этом делал специальный ролик по этому вопросу Тукаев и его окружение конечно же были шокированы такой наглой выходкой но султана Назарбаева если вы помните Тукаев как только был назначен главой государства президентом Казахстана он начал работу по развенчиванию фонда Самрук Казына это был единственный фонд в котором еще были государственные активы и посредством присвоения которых Тукаев мог бы обогатиться а в данной ситуации все уплывало из его рук естественно Тукаев не мог с этим согласиться и началась соответствующая работа и вновь я думаю что из офиса президента и правительства попала информация в библиотеку о том что готовится постановление отменяющее то соглашение которое было подписано Оскаром Маминым в Объединенных Арабских Эмиратах и что готовится соответствующее постановление правительства в парламент Республики Казахстан об отзыве проекта закона о ратификации этого соглашения в парламенте именно поэтому Назарбаев в конце года и не мог отпустить Тукаева на неформальный саммит СНГ и мы все видели как президент Казахстана в кавычках прибыл на этот неформальный саммит в Санкт-Петербург на крыльях председателя Совета Безопасности увидев что Назарбаев становится свадебным генералом в странах СНГ а все вопросы взаимодействия Российской Федерации и Казахстана будут решаться теперь Владимиром Путиным и Касанжамаром Тукаевым и особенно когда закончился светло-формальный саммит Тукаев и Путин продолжили работу вместе а едва двигающийся Назарбаев был провожен так сказать с этого саммита президентом Белоруссии Александром Лукашенко после того короткого сюжета по телевидению никто но Султана Назарбаева больше не видел ни в Астане ни на телевидении 1 января 22 года население республики Казахстан ожидал сюрприз но я сейчас немножко приоткрою завесу который был заранее запланирован еще в начале 2019 года на основании закона о газе и газоснабжении было принято соответствующее решение что с 1 января 22 года стоимость сжиженного нефтяного газа будет определяться на электронных биржах по реализации этой продукции но цель была установить в соответствии с этим официальную так сказать стоимость этого газа но это была мина замедленного действия которая могла бы вызвать тот негативный резонанс который впоследствии был определен и он начался с запада Казахстана когда с 1 января 22 года повысилась стоимость сжиженного нефтяного газа в два раза население начало возмущаться и как снежный ком это возмущение прокатилось практически по всем территориям Казахстана такая как мы помним начал свои неуклюжие действия по решению этого вопроса во первых он пошел на поводу у тех кто требовал снизить стоимость на газ он тут же принял соответствующее решение а в дальнейшем постарался как можно быстрее отправить в отставку правительство но правительство отправляло отставку не потому что он напугался положим тех же протестантов а ему необходимо было Мамина отправить в отставку поставить своего премьер-министра республики Казахстан потому что уже готовилось постановление об отмене того соглашения которое подписал Мамин и отправив правительство в отставку очень быстро он породил и политические требования со стороны народа Казахстана я думаю что султан Назарбаев в этот момент конечно был рад о том что вот этот момент который происходит в Казахстане позволит ему вернуться назад под предлогом того что такие-то беспорядки начались в Казахстане он возвращается назад но как мы видим мирные митинги шествия демонстрации получили политическую направленность и народ скандировал шал-кет 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 Назарбаев был обескуражен таким положением дел он не ожидал что будет такой негатив по отношению к нему тогда Назарбаев как говорят участники этих событий принял решение ввести режим управляемого хаоса в Казахстане предварительно он дал Каримову поручение Масимову ни в коем случае не задействует работников комитета национальной безопасности в поддержании правопорядка в республике Казахстан такое же поручение он дал министру внутренних дел и министру обороны республики Казахстан поскольку они все подчинялись председателю совета безопасности почему-то Каев не мог ничего решить по отношению к этому и был недоволен тем что силовики не принимают должных мер по наведению порядка и когда эта информация прошла по силовым структурам то появились боевики те группы лиц которые являются боевиками членов семьи Назарбаева и беспрепятственно начали грабить банки банковские банкоматы магазины супермаркеты и так далее вели положение страха народ Казахстана особенно проявилось в городе Алматы поскольку лагеря были расположены в горной местности Алматинской области откуда пришли эти боевики тогда-то и обратился наложивший штаны Тукаев в ОДКБ с целью оказать помощь по поддержанию законно и правопорядка в республике Казахстан он истерично кричал что 20 тысяч боевиков прошедших горячие точки в Сирии и других государствах напали на Казахстан только на Алмату напало 20 тысяч боевиков конечно же ОДКБ в лице Владимира Путина моментально оказался действие Тукаеву как говорится своих беден не бросаем агент комитета государственной безопасности Советского Союза Тукаев получил поддержку со стороны Путина мирных демонстрантов которые вышли против режима Назарбаева Тукаева и которые несколько уже политизировались и громко скандировали шалкет шалкет их обозвали террористами расстреляли многих посадили в следственные изоляторы где их пытали и в конечном итоге обозвали террористами но я думаю что вы все знаете против них применялись питки повторяться не буду Назарбаев появился в эфире только 18 января 2022 года в своем видеоинтервью он сказал что он находится в Астане никуда отсюда не уезжал в столице Казахстана и что он на сегодня является пенсионером а все бразды правления и все полномочия он передал Тукаеву еще в 2019 году но специалисты когда вышел в эфир Назарбаев в своем видеоинтервью зафиксировали выход его на портреарших прудах в городе Москве и конечно сегодня все задаются вопросом кому же выгодно чтобы Масимов получил статус изменника родины и организатора государственного переворота в январе 2022 года я думаю что в первую очередь это выгодно Тукаеву вы спросите почему конкретно говорю если Тукаев скажет что там какие-то были уголовно наказуемые деяния в лице председателя комитета национальной безопасности никто серьезно не воспримет а мировое сообщество должно поддержать Тукаева и сказать что вот он ликвидировал заговор по незаконному захвату власти и он вскрыл измену родины во вторую очередь это выгодно султану Назарбаеву ну почему выгодно султану Назарбаеву поскольку если Тукаев будет упрятан глухие застенки тюрем то оттуда он не сможет кому-то сообщать о тех финансовых ресурсах которые он размещал которыми он управлял султана Назарбаева это султану Назарбаеву нужно на какое-то время для того чтобы перефинансироваться перевложиться эти деньги все вывести оттуда Тукаев должен ну даст Бог и Тукаев тоже Карим Масимов должен находиться в это время в тюрьме ну хочу сказать что султан Назарбаев в присущей манере предал Карима Масимова который старался служить именно Назарбаеву и не слушав рекомендации и указания Тукаева выполнял поручение только Назарбаеву вы помните как на избирательном участке мы задали вопрос о Кариме Масимове он назвал его Иудой и сказал что мы не боги мы люди мы не можем знать кто рядом с нами находится и поэтому главная задача была на султан Назарбаева вместе с Тукаевым спрятать Карима Масимова в тюрьму по имеющейся утечке из зала суда Масимов не признал его обвинения в измене родины Масимов также не признал другие обвинения государственного переворота насильственного держания власти ну и понятно почему потому что никто бы не позволил этническому уйгуру по национальности возглавить государство Казахстан конечно его бы не допустили к этому руководству но еще по одной утечке из зала суда было сказано что Карим Масимов сказал что оставить комитет национальной безопасности и территориальные комитеты по республике ему дал указание никто иной как султан Назарбаев у Токаева кишка тонка вызвать на султана Назарбаева в следственные органы для допроса а у правоохранительных органов Казахстана нет возможности обеспечить допрос Токаева как президента Казахстана как таковые возможности имеются во Франции в Швейцарии в Израиле в Соединенных Штатах Америки и в ряде других государств где элементарно просто президенты стран руководители государств дают соответствующее показание мы по крайней мере на сегодняшний день так и не узнаем эту главную тайну которая находится между Токаевым и Назарбаевым а я вам сказал что-то за тайна это желание Назарбаева вернуться назад к руководству Казахстана а в дальнейшем поставить другого специалиста или родственника на эту должность а вот у Каева было желание за этот короткий срок что он находится президентом обогатиться дабы получить финансовые дивиденды от руководства страной это все было запланировано еще в далеком девятнадцатом году и в 2022 году это просто выплеснулось и пострадал только народ Казахстана расстреляны люди поломаны судьбы искалеченные жизни людей я хочу сказать дорогие мои друзья что оба руководителя Юрисултан Назарбаев и Токаев виноваты в этих действиях один виноват в том что он организовал все дела другой виноват в том что он призвал иностранные войска для наведения порядка в Казахстане пострадали те люди которые вышли и были не согласны с тем режимом они политизировались громко скандировали были не согласны с этой антинародной властью и думаю что эти оба руководителя бывшие и нынешние руководители государства республики Казахстан должны предстать перед судом и дай бог чтобы мы это с вами увидели на этом я заканчиваю свое выступление уважаемые дамы и господа подписчики и друзья не забывайте подписываться на мой канал кто еще не подписался ставить лайки и до новой встречи у нас подогнал